Девушки отдыхают Вар Тандер появилась еще и французская авиация. Оцени мощь передовых технологий в бою на десятках разнообразных локаций по всему миру. Качай Вар Тандер по ссылке в описании. Изгнанник и Изменник, как многие его называли, пережил аж несколько смертей. Постоянно кто-то пытался остановить его, наблюдая в его мотивах пелену лжи. Но Эллидан всегда шел другим путем. Тысячи лет назад он выбрал свою судьбу. Его судьба — спасти Вселенную от испепеления, ведь он дитя света и тьмы. Очень дорогой лично для меня персонаж пожертвовал собой, чтобы заточить Саргераса в стенах трона Пантеона, став его тюремщиком. Отныне мы никогда его не увидим. Или увидим. В этом ролике мы вместе вспомним все яркие моменты жизни Эллидана, отдав ему заслуженные почести и благодарность за счастливое детство и зрелость. Когда Кенарий отринул Эллидана, последний воспринял это очень тяжело и болезненно. С того самого момента он сомневался во всех и во всем. Считал каждого хуже себя. Но почему тогда те становились друидами или офицерами, в то время как Эллидан метался от одного к другому? Он не мог найти свой путь. А что же тогда является его путем? Это ему только предстоит понять. Путь, которым ты идешь, требует жертв или дам. Это тебе еще предстоит понять. ТИРНАНГА Уже с древних времен Эллидан шел на все крайности, какие только возможно, ради спасения своего народа. Он и вел двойную игру, и жертвовал своими учениками, и заключал мутные союзы, а в конечном итоге и вовсе принял силу Скверны, даже дважды, от Саргераса и от Черепа Гулдана, навсегда изменив свой облик. За свои преступления он был заточен. Молфурион и ночные эльфы заточили его в темницу не только из-за того, что Эллидан рискнул всем и попытался возродить источник вечности, а за то, что Эллидан порой вел себя неадекватно, и его подвиги несли за собой тяжелые последствия. Он слишком торопился, и порой его ярость и стремление уничтожить врагов наносили непоправимый урон по союзникам. Так один брат закрыл другого за решеткой, посчитав того опасным для ночных эльфов и всего Азерота. Эллидан ныне отверг всех и собрал новую армию для борьбы с Легионом, но и та была разгромлена со временем, а Эллидан и охотники на демонов заточены в казематах стражей. С того времени много всего произошло. Самое главное, Легион вернулся, и теперь он точно опустошит Азерот и убьет его обитателей, что веками отражали набеги демонов. Лиши Ледан, и Избранный сможет остановить их и спасти Вселенную от вымирания. Таково пророчество. Но, как оказалось, нет никакого пророчества. Разве ты не хочешь вернуть утраченное? Исцелиться. Гибель Легиона меня исцелит. Эллидан уничтожил первую наару Зеру и тем самым раскрыл зло даже в силе света, что пыталось очистить его. Если бы он принял очищение, то утратил бы необходимую ему силу. С демонами можно бороться только их методами, как и было раньше. Силу тьмы бьет только сила тьмы, и нет никаких избранных. Только герои и враги, перед которыми этот свет мерк тысячелетиями. Ты погубил нас, предатель! Лишь вашу слепую веру... ...нет никакого избранного. Только мы и наши враги. И вот Анторус. Сломленный титан Аргус пал, и механизм по воскрешению демонов был сломан. Пылающий крестовый поход окончен, а вместе с ним и падет Саргерас. Но кто-то должен стать его тюремщиком. Именно к этому шел Иллидан всю свою жизнь. Каждый шаг. Каждая жертва. Все ради того, чтобы приблизить этот момент. Ты не вернешься с нами. Охотник – ничто без охоты. Разве не в этом моя судьба, пророк? Судьба. Наше будущее от нее никогда не зависело. Да хранит тебя свет. Иллидан ярость. И это все? В память о победе над Легионом на небе осталась ярко-красная звезда, а Иллидан снова остался заточенным, но уже по собственной воле. Вернется ли он к нам снова? Я думаю, что да, как и Саргерас. Если бы этих героев хотели убить, то определенно сделали бы красочную битву между ними. Например, титаны могли бы отдать всю свою силу и наполнить Иллидана. Тот бы сразился с Саргерасом, и все закончится взрывом, что убьет обоих и очистит вселенную от скверны. Но их обоих закрыли, а значит, их время еще не пришло. Вероятно, мы увидим их в будущих дополнениях, преображенных и изменившихся. Но многие из вас просили показать последние прощальные послания Иллидана. Вот и все. Скажем Иллидану спасибо за все, что он сделал для нас и для Азерота. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк. Прям обязательно. И подписывайтесь на канал. Тоже обязательно. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok